Знаешь-то, Коля, наконец-то ты перестанешь упрекать меня в том, что я не умею готовить. Серьезно? И что у нас сегодня на ужин? Ничего. Коля пришел до врача лечиться от алкоголизма. Доктор составляет анкету, записывает все данные, ну и задает вопрос пациенту. Расскажите, пожалуйста, а кто-то из родственников, близких, страдали алкоголизмом? Ну что, доктор, почему страдали? Все пили радостно. А я напоминаю вам, друзья, что наш конкурс на лучший ваш комментарий продолжается, так же, как и наши анекдоты. Поехали. Коля, а ты знаешь, что чернобыльский подорожник, он лечит даже открытые переломы? Хо, знаю. Но его ж сначала нужно догнать. Галя, а ты где была? Вот, Коля, ходила в магазин, купила, значит, 8 бутылок вина, 12 бутылок пива и 6 бутылок водки. А, да, еще 2 буханки хлеба. Я не понял, у нас что, сегодня гости будут? С чего ты взял? А мы столько хлеба не съедим. Друзья собрались ехать на рыбалку, и вдруг выходит Коля на нее. О, Коля, привет. Что случилось, Коля? Ты чего, последнее время с нами на рыбалку не ездишь, а? Давай, собираемся, поехали. Не могу, мужики. Почему? Да понимаете, у меня тут девушка одна заявилась, так не отпускает. Чу, да ты тоже мне, ты что, не можешь отпроситься? Ну, просился, не отпускает. Ну, тогда знаешь что? Возьми и оскорби ее. Как это? Ну, так, возьми утром, сбрось с нее одеяло, посмотри на нее и скажи, ой, какая ты толстая, она обидится, ты раз и на рыбалку. Он говорит, ну, попробую. Так и сделал. Утром просыпается, сбрасывает с нее одеяло. Говорит, какая ты? Да ну и нахуй эту рыбалку. Коля, а что бы ты делал, если бы у тебя было денег, ну, столько, сколько у Ротшильда? Да, что за вопрос. Меня больше интересует, что бы делал Ротшильд, будь у него денег, сколько у меня. Коля, а ну иди сюда. Я в твоем телефоне нашла видео обнаженных телок. Как ты мне это объяснишь? Как объяснишь? Ты что, не знаешь, как это бывает? Хотел сфотографировать, нажал на видео. Коля, я тебе еще раз говорю, вынеси мусор. Ой, Галя, вот это не надо мне два раза повторять одно и то же. Мне с первого раза похуй. Коля остался без работы, что делать не знает. Галя ему советует. Ну, что, Коля, машина есть у тебя, давай в город. Извозчиком поработай. Что, в такси? Ну, Коля делать нечего. Говорит, я не знаю, Галя. Там же страхи какие рассказывают. Вот так садятся в машину. Вроде подвези, подвези. А сами только водитель отвернулся, они бах, его по голове треснули. Все деньги забрали и все. Ищи с вещей. А ты уже труп. Говорит, ну, ты меры предосторожности какие-то соблюдай. Возьми ты какой-то ломик. Ну, Коля делать нечего. Он поехал рядом с собой. Ломик положил. Ну, тут садятся к нему сзади двое наркоманов. Говорит, а, командир, давай на прибрежную. Он раз везет их на прибрежную. А сам в зеркало заднего вида смотрит. И ловит на себе какой-то опасный взгляд. Тут сзади один из них говорит. Э, командир, закурить не найдется? Коля думает, ага, началось. Он думает, сработаю на опережение. Хватает ломик и бах, это его по башке. И вырубился. Он ко второму поворачивается. Говорит, и ты закурить хочешь? Он говорит, нет, спасибо. Мы одну на двоих покурим. Коля, ты опять за свое? Что? Мне врач прописал пить по два литра в день. Ну, не пиво же. Ой, иди нахрен. Ты врач, что ли? Сдавая вождение по городу, Колян, перепугавшись, воткнул пряжку ремня прямо в колено инспектору. И не вынимал, пока не сдал на право. Колян, привет. Я че сошел? Понимаешь, я у любовницы был. Дай какой-нибудь одеколон, запах ее перебить. Чувак, тебе не поможет никакой парфюм, если она удюхает запах твоего пиздежа. Понял? О, Колян, а к нам бабушка из Туркменистана приезжает. О, везет вам? Не, не везет. Все пограничники отобрали. О, привет, Колян, как дела? А? Только что вернулся с рыбалки. Да ты шо, класс. И что поймал? Жену с любовником. Колян, а нафига ты попуга я купил? С ним же морока такая страшная. Не, в общем, я хочу убедиться. А, действительно, он живет 200 лет. Эх, Колян, я тебе скажу, нет ничего лучше, чем ранним утром идти босыми ногами по траве с росой. Сема, тебе когда-нибудь делали миньет? Нет. Я так и понял. Колян, а вот скажи, какую ты самую такую фразу запомнил после секса? Какую? Будешь знать, как яблоки воровать. Привет, Колян, как жизнь? Как в сказке. В смысле? Представляешь, моя жена вычитала в интернете, что от миньета худеют. Что, правда? Не знаю. Но, господи, спасибо тому, кто это написал. Вот скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Я? Я читаю Гомера, Платона, Сократа. Пиздун ты, Коля. Коля, твою мать! Вот тебе что, не поручишь? Ты все делаешь через жопу. Не через жопу. Это мои творческие эксперименты. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова